Добрый день! Если вы искали лечение жирового гепатоза или стеатогепатита, вы нашли нужное видео. Я доктор Скачко, врач, фитотерапевт седьмом поколении, автор десятков опубликованных книг, сотен статей и интервью по фитотерапии, здоровому образу жизни, правильному питанию. Предлагаю свой способ решения проблемы. Я более 25 лет занимаюсь проблемой печени, восстановлением печени. Жировой гепатоз это непростое состояние. Это, увы, тяжелое поражение печени, но это не статика, это динамика. Он может развиваться как в негативную сторону, в сторону цирроза печени, так и в обратную сторону, ближе к нормальной работе печени. Если у вас есть стеатогепатит, к сожалению, вектор находится как раз в нежелательную сторону, то есть движение состояния печени идет в сторону цирроза. Для того, чтобы изменить это состояние, нужно применить правильное питание, нужно изменить немножко образ жизни и дать печени шанс восстановиться. Для восстановления печени нужно не так много, нужно 3-4 месяца и печень лучше начинает управлять обменом веществ. Потому что, когда есть такое состояние, как жировой гепатоз, либо стеатогепатит, то нарушение обмена углеводов приводит к тому, что появляется сахарный диабет 2 типа. Может быть, кто-то из вас уже его реально имеет. Нарушение обмена жиров приводит к тому, что развивается атерослероз сосудов и появляются другие риски. Нарушение обмена белков и появляется такое заболевание, как подагра, солевой диатез, нарушается работа почек, суставов и многих других органов. Печень находится в центре обмена веществ, ее называют метаболический мозг. И вот этот комплекс нарушений обмена веществ сегодня объединяет под названием метаболический синдром или смертельный квартет. Почему смертельный квартет? Потому что и сахарный диабет, и это атерослероз сосудов, и нарушение работы почек приводит в разной степени к повышению артериального давления. Это четвертое звено, которое проверяет сосуды на прочность и резко повышает риск внезапной смерти, риск смерти от инфаркта, либо инсульта. Ну, перспектива не очень благоприятная, но восстановление работы печени, некоторые заболевания, например, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, они могут исчерпнуть полностью. Ну, другие заболевания в виде атерослероза сосудов, конечно, тут сложнее скомпенсировать, то есть нужно скомпенсировать только на том уровне, на котором вы сегодня находитесь. Если вас перспектива такая вот устраивает, то, в принципе, восстановление работы печени позволяет убрать вот эти вот риски, которые у современного человека, к сожалению, достаточно высоки. Нужно это вам, нужно это вашим друзьям, знакомым, это решать вам. Контакты вы видите внизу экрана, обратиться вы всегда сможете. Метод доктора Скачко вам всегда поможет.